Всем привет! В этом видео я расскажу вам про казалось бы тупой, но как выяснилось рабочий развод невнимательных игроков. Сперва я расскажу вам предысторию, дабы вы сильнее прочувствовали ситуацию. Повествование будет идти от первого лица. В моем рассказе присутствует сразу несколько схем развода молодых и неопытных игроков, которым, к сожалению, лень досконально ознакомиться с игрой и только после этого предпринимать какие-либо решения. Эта история произошла не со мной, а с новичком Мира Линейдж 2, который обратился ко мне с вопросом, возможно ли что-нибудь сделать в данной ситуации. Я новенький игрок Мира Линейдж. Захожу в игру и начинаю свой путь. Я решил начать играть за воина человека, попутно узнавая новые вещи об игре. Игра мне кажется довольно интересной и я делаю новый шаг. Понимаю, что имею свободные средства, понятнее говоря, у меня есть деньги, я могу выделить на игру, скажем, 25 тысяч рублей. Да, это большие деньги, но я могу себе это позволить. Я замечаю в чате, кто-то продает меч. По своей наивности я решил спросить продавца, подойдет ли этот меч на класс паладин и хороший ли это в целом меч. Продавец, видимо, сразу смекнув, что я новенький, всячески начал мне расхваливать этот меч. Кстати, название этого меча Орфина, что мне вообще ни о чем не говорит, как новому игроку Мира Линейдж. Он рассказывает мне, что это двуручный меч, что он бьет сильнее одноручного и идеально подходит людям-войным, тем более классу паладин. По своей доверчивости, а я из тех людей, кто привык давать шанс людям и только после этого переставать им доверять, я решился на покупку, приняв продавца за добросовестного человека. Спросив цену, он решил поинтересоваться, какими средствами я обладаю. Я сказал, что могу вложить в игру, ну, скажем, 25 тысяч рублей. Он сказал, что 25 коробок по 8 тысяч ль монет будет достаточно за этот, так называемый, лучший меч в игре для паладина. Почему бы и нет, решил я. Раз уж это самый лучший меч в игре, то я могу сразу купить его и как минимум не задумываться об оружии, ведь у меня уже будет лучший меч в игре. Я купил те самые коробки, которые он попросил и совершил торг, получив лучший меч в игре. Счастья моему не было предела, но, увы, оно продлилось недолго. Показав меч своим сокланам, мне сразу дали понять, что я, мягко говоря, лоханулся. И поверил в сказку про то, что лучший меч в игре для паладина именно Орфена. Ведь это двуручный меч, тогда как мой персонаж должен бегать щитом. Я вежливо написал продавцу, попросил его вникнуть в ситуацию, даже скинул цену до 24 коробок. Так сказать, одно он мог забрать себе за потраченное время. Но после нескольких грубых ответов, он решил не отвечать мне вообще. Конечно, неприятная ситуация. Но что поделать, таков уж мир Лайн Эйджа. Новичкам тут, видимо, не очень-то и рады. Побегав некоторое время, я познакомился с ребятами и даже умудрился попасть в КП. Я долго качался с этим мечом, пока лидер моей КП не предложил мне обменять мой меч Орфена на Сиру, которую он уже заранее купил. Он сказал, что продаст Орфена и разницу в цене мне вернет. Меня полностью устраивал этот вариант, так как я доверяюсь своему ПЛу. Мы договорились встретиться в Геране, возле гейткипера Герана. Я снял меч, мне кинул трейд мой ПЛ. Я выложил меч и трейд отменился. Я подумал, что у него какие-то лаги. Затем я получил новое предложение торга. Снова положил меч и снова отмена трейда. Подумал, что игра лагает. Решил, что в следующий раз сделаю все очень быстро. Я принимаю трейд, быстро кладу меч и жму обмен. О чудо, в этот раз обмен состоялся. Но вот незадача. Обмен состоялся с игроком с ником Персонажу. То есть ник, которому я отдал меч Орфена, читается как Персонажу. И в обмене, когда вы подтверждаете, вы можете прочитать что-то типа «Вы согласны передать предмет персонажу?» По-моему, очевидно, что данный персонаж создавался именно в целях мошенничества. Конечно же, мой ПЛ не получил меча. Я быстро связался с персонажем Персонажу. Но тот уже игнорил меня знакомым мне способом. Мне посоветовали обратиться в службу поддержки. Мол, очевидный факт мошенничества налицо. Я написал обращение, предоставил все скриншоты. Ждал очень долгое время, около двух недель. И вчера мне пришел ответ. Я вам его зачитываю буквально. Уважаемый пользователь, запятая. Специалист службы поддержки 4Game ответил на ваш запрос. «Приношу свои извинения за столь долгое ожидание. Мы проверили персонажа Персонажу, он не использует ПО. К сожалению, ситуация полностью игровой момент. С уважением, ГМ, ну и имя ГМа». Забавный игровой момент. Когда с помощью определенных действий вам отменяют ваш трейд. Затем заранее создав персонажа с нигом Персона-Жу, который явно намекает нам, в каких целях будет использовать этот персонаж. Более того, это гномка в лунном сете. И все эти факты – чисто игровой момент. Хм. Но для того, чтобы отменять трейд, вам не нужно никакое ПО. Достаточно знать порядок действия, чтобы вызвать и использовать этот баг. Мораль всей истории такова. Будьте внимательны всегда. Мир Ленейдж – это суровый мир, который, к сожалению, суров к новичкам. Вместо того, чтобы приветствовать их и всячески пытаться помогать им, мы сами, гоняя за наживой, делаем так, чтобы в нашу игру играло все меньше и меньше человек. Жаль, что поддержка не пошла навстречу игроку, который готов был донатить, как видите, немалые деньги, встав на сторону тупого разводилы, который продаст этот шмот зырял где-нибудь на левой площадке. Спасибо всем за просмотр видео. Итоги конкурса предыдущего видео я записал и выложу в конце этого ролика. Будьте бдительны, друзья, и помогайте новичкам. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok